Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала DVPLAY Video, а также посетители сайта DVPLAY.RU. Меня зовут Пётр, и я приветствую вас от своего имени, а также от имени компании DVPLAY. Сегодня, продолжая видео обзоры цифровых телевизионных ресиверов DVB-T2, я расскажу вам о новинке, вышедшей под брендом Ariel. Это Ariel 963. На сегодняшний день под этим брендом выпускается около полутора десятков, только представьте, около полутора десятков моделей телевизионных приставок, на любой, как говорится, вкус и цвет. По моим наблюдениям, это, пожалуй, самый плодовитый бренд ниши цифровых телевизионных ресиверов, работающих в стандарте DVB-T2. К августу 2014 года производителям Ariel было анонсировано 8 новинок, и из них 3 уже поступили в продажу. Это новинки модели Ariel 301, Ariel 751, а также Ariel 963. На мой взгляд, все ресиверы из этой троицы по-своему оригинальны, и на каждый, конечно же, я обязательно сделаю видео обзор. Ну а начать я решил со старшей модели в линейке, с Ariel 963. Поставляется ресивер на прилавке магазинов вот в такой вот строгой упаковке, что, на мой взгляд, сразу же будет выделять его из линейки собратьев Ariel, так сказать, упаковки которых были традиционно очень весело раскрашены. Модель Ariel 963 собрана на базе чипсета Ali M3812. Тюнер, демодулятор, собранный на хорошо зарекомендовавшие себя связки Sony 2861 и Sony 2837. Имеется эфирный приемник стандарта DOP-T2 с приемом сигнала на обычную домашнюю антенну. Есть встроенный HD-медиаплеер, поддерживающий воспроизведение большинства наиболее распространенных видеоформатов, а также поддерживающие аудио в формате Dolby Digital. Есть возможность записи телевизионного сигнала, выход HDMI, имеется выход композитной колокольчики, как сериальный цифровой аудиовыход, а также в наличии интерфейс типа SCAD. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию Ariel 963. В комплектацию входит пульт дистанционного управления, сам ресивер, а также руководство пользователя, совмещенное с гарантийным талоном. Гарантия на устройство 12 месяцев, ну и пара мизинчиковых батареек для пульта дистанционного управления. Тут стоит заметить, что, как всегда традиционно, в приставках Ariel ни низкочастотного шнура, ни кабеля HDMI для подключения к телевизору нет. То есть, если вам он нужен, то об этом надо побеспокоиться заранее. А сейчас давайте поближе познакомимся с самим ресивером. Поверьте ему немножко в руках. Корпус у Ariel 963 металлический. Передняя лицевая панель пластмассовая. Сборка качественная и аккуратная, что, в общем-то, является нормой для устройств, выходящих под брендом Ariel. На передней панели имеется кнопка включения-выключения приставки. Над ней находится светодиодик. Горит красным, приставка выключена. Горит зеленая, приставка включена. Рядом расположены кнопки переключения каналов. Правее от кнопок находится индикатор, на котором в ждущем режиме отображается время, в рабочем режиме номер канала или режим. Кстати говоря, время выставлять здесь не надо, оно синхронизируется по сети. Справа от индикатора расположен порт USB. Он служит для подключения флешки или винчестера. На них, на винчестер или на флешку, мы можем записывать телевизионные программы, а также пользоваться встроенным HD-медиаплеером для воспроизведения фильмов, музыки, ну и так далее, любого мультимедийного контента. На задней панели расположен сетевой шнур. Имеется вход антенны, выход антенны, колокольчики, это композитный выход на телевизор, видео желтенькие, белый-красный, это стереозвук, коаксиальный цифровой аудиовыход, разъем типа SCART, ну и конечно же HDMI-выход. И снова обращаю ваше внимание на то, что никаких проводов для подключения к телевизору в комплекте нет. Ни колокольчиков, ни HDMI-кабеля. И поэтому, если у вас есть в них необходимость, то обратите внимание на ссылки, которые находятся под видео. Перейдя по ним, вы попадете на странички сайта dvplay.ru с очень большим ассортиментом как HDMI-кабелей, так и кабелей низкочастотных. Сможете их выбрать и при желании сделать заказ. Так, ну что, приставочку мы в руках повертели, немножечко с ней познакомились, а сейчас давайте перейдем к телевизору, будем знакомиться с меню, настроимся на телевизионные каналы. Ну и, наверное, подключим винчестер, посмотрим, как работает HDMI-плеер. Итак, я вместе с вами, а также вместе с цифровым телевизионным ресивером ARIEL 963 уже около телевизора. Телевизор я включил, приставочку кабелем HDMI к нему подсоединил, к самой приставке, в свою очередь, я подсоединил антенный кабель, а также полуторабайтный винчестер. Теперь нам остается нажать кнопку включения, сделать это можно как на пульте дистанционного управления, так и на самом ресивере. Благо, такая кнопочка на ресивере имеется. Я это сделаю на пульте. После нажатия кнопки вываливается такая веселенькая картинка с надписью ARIEL 963. И после этого появляется приветственное менюшка «Добро пожаловать», где мы можем сделать какие-то небольшие предварительные установки. Но я это дело проигнорирую. Меня интересует основное меню. Нажимаю «Экзит» и попадаю именно в основное меню. Основное меню состоит из шести пунктов. Первый пункт – это редактирование каналов. Но так как у нас еще ни на что мы не настраивались, то, соответственно, редактировать нам нечего. Нет ни телевизионных каналов, ни радиоканалов. Второй пункт меню – это тот, который нас интересует в первую очередь. Это настройка каналов. К нему мы сейчас вернемся. Третий пункт – это всевозможные установки системы. Четвертый пункт – инструментарий, включая возврат к заводским установкам. Пятый пункт – игрушки. Шестой пункт – запись, так называемая. То есть это работа с USB-портом. Так, возвращаемся к настройкам канала. Тут я в очередной раз хочу напомнить, что если у вас уже установлена антенна, и она сориентирована в правильном направлении, то вы можете воспользоваться автоматическим поиском. Нажав «Автоматический поиск», приставка будет сканировать весь частотный диапазон, который ей доступен, и, соответственно, настроиться на все каналы, которые транслируются в вашем регионе в стандарте ДОБТ-2. Но это достаточно длительный процесс, поэтому я его проигнорирую. Я захожу в «Ручной поиск каналов». Там, где я проживаю, в Санкт-Петербурге, трансляция идет на 35-м и на 45-м канале. В отличие от аналоговых каналов, где частота – это канал, то есть одной частоте соответствует один канал, здесь происходит в цифровом вещании пакетная передача данных, то есть один частотный канал выделен на целый пакет. Соответственно, в первом пакете – это первый, так называемый, мультиплекс, это первая десятка каналов, 10 цифровых телевизионных каналов в стандарте ДОБТ-2, а также три цифровые радиостанции. В Санкт-Петербурге трансляция идет на 35-м канале, второй мультиплекс, вторая десятка каналов идет на канале номер 45. То есть для начала я выбираю первый частотный канал, 35-й, нажимаю «Поиск», выбираю «Поиск», нажимаю «Ок» и в течение буквально тут нескольких секунд происходит настройка на эти каналы. Так, для того, чтобы настроиться на вторую десятку каналов, нажимаем «Меню», опять же, заходим опять же в «Ручной поиск», выбираю «45-й канал», перехожу «Поиск» и сейчас я нажму «Ок». Но перед этим хотелось бы сказать, чтобы вы обратили внимание, что, естественно, там, где вы проживаете, там, где будет находиться у вас именно эта приставка, эти номера каналов будут другими. И вам для того, чтобы их узнать, необходимо будет зайти на сайт РТРС и уже там посмотреть, на каких частотных каналах идет трансляция сигнала в стандарте ДВТ-2 именно в вашем регионе. Ну и также рекомендую посмотреть мое видео под названием «Как подключить и настроить ДВТ-2». Так, в общем, «45-й» у меня выбором. В «Поиск» я перешел, нажимаю «Ок». И сейчас приставочка быстренько настроится на вторую десятку каналов. Ну, вот видите, насколько все это быстро. Буквально в течение нескольких секунд, ну, не секунд, это, наверное, преувеличивает, в течение двух, трех, четырех минут мы получили себе на телевизор 20 цифровых радиостанций. Ой, радиостанций, прошу прощения, телеканалов. Ну и включая еще три цифровые радиостанции. Что для этого понадобилось? Подключить антенну к приставке, приставку подсоединить к телевизору, настройка несколько минут, и вот, пожалуйста, в нашем наличии 20 каналов. Так, ну а теперь, раз уж я подсоединил «Винчестер» к этой приставочке, то давайте посмотрим, как будет он работать. Так, для этого заходим в меню, выбираем шестой пункт, помните, под названием «Запись». Переходим в «Медиаплеер», перехожу, вот у нас, «Винчестер», здесь у меня есть папочка «Видео», захожу в нее. То есть, видите, если у вас будет «Винчестер», на которую вы сможете забрасывать видео, там, мультики и любой вообще другой мультимедийный контент, это может быть и музыка, фотографии, там, и так далее, то вы с легкостью сможете просматривать с помощью этой приставки на своем телевизоре. Причем, вот, обратите внимание, вот тот пункт, который первый я выбрал, «Дельфины», да, под окном предпосмотром идет название фильма, ну, название трека и также расширение МКВ. То есть, она совершенно спокойно, эта приставка переваривает МКВ-шные файлы, и, как вы видите, разрешение у нее 1920 на 1080, то есть, Full HD. Ну, давайте убедимся, что он будет проигрывать его совершенно хорошо, совершенно нормально. Давайте немножко посмотрим. Ну, как вы видите, никаких проблем с воспроизведением нету. МКВ-шные файлы очень популярны, поэтому, конечно, очень здорово, что такие недорогие устройства, помимо 20 цифровых телевизионных каналов, на наш телевизор могут нам еще вот такую функцию предоставить, воспроизведение видео. Так, ну, давайте отсюда выйду сейчас. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что никаких сложностей при настройке, ну, в общем-то, не возникло. Я думаю, что вы с этим справитесь ничуть не хуже, чем я. Как я люблю повторять, с этим разберется и пионер, и пенсионер. Ну, что ж, на этом давайте я буду заканчивать этот видеообзор с цифровым телевизионным ресивером Ариэль 963. Давайте подведем итоги. Можно сказать, что приставка с очень легкой настройкой, я думаю, вы со мной согласитесь, с понятным меню, имеется встроенный HD-медиаплеер. Поддерживается... А, кстати говоря, про аудио я забыл еще сказать, что ресивер поддерживает аудио в стандарте Dolby Digital. То есть это очень популярный формат аудио Dolby Digital AC3. Ну, наверное, чуть ли не половина фильмов, которые вы будете скачивать из интернета и мультиков, звук будет именно в этой кодировке. И если вы приобретете приставку там, где нет поддержки этого аудиоформата, то видео будет идти без звука. Здесь же все это как раз очень хорошо. То есть для тех, кто будет активно пользоваться ресивером в режиме HD-медиаплеера, это, на мой взгляд, просто необходимо. Также имеется возможность записи телевизионного сигнала. И, безусловно, хочется отметить, что очень-очень хорошая цена на этот ресивер. А также нужно помнить, ну, всякие случаи бывают, что на это устройство имеется 12 месяцев гарантии от производителя. Также имеется индикатор. Индикатор. Ну, почему я об этом говорю? Потому что далеко не каждое устройство эти индикаторы имеют. Также в наличии металлический корпус, на мой взгляд, это тоже плюс. Имеются кнопочки включения-выключения и кнопки переключения каналов на лицевой панели. На мой взгляд, это тоже здорово. Ну, и, конечно же, нельзя не отметить, что достаточно редко есть в этих устройствах это интерфейс SCART на задней панели, которую я уже показывал. В общем, в целом, приставка производит очень благоприятное впечатление, и ее, конечно же, можно рекомендовать для покупки. Ну, а те, кто заинтересовался данной моделью и хочет узнать актуальную на сегодняшний день цену, может перейти по ссылке, которая расположена ниже. Перейдя по ней, вы попадете на сайт dvplay.ru на страничку с этим ресивером. Ну, и при желании, естественно, сделать заказ Ariely 963. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих роликах. С вами был Петр. Не забываем подписываться на наш видеоканал. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова